Мы сегодня держим удар во всех сферах жизни – политической, экономической, дипломатической, информационной, общественной, на уровне военных угроз в сфере исторической политики. Кто-то очень хочет, чтобы белорусы навсегда утратили свою идентичность и завершили путь как нация, растворились в глобальном мире. По разным причинам. Одни западные партнеры ищут у нас свои исторические территории, другие видят плацдарм для нового броска на восток. Но при любых интересах внешних игроков развязанная ими битва – это битва за ценности. Наши ценности, которые не вписываются в системе глобалистского мироустройства, потому что противоречат, мешают целям тех, кто в этой системе намерен доминировать, в отличие от нас, белорусов, как и большинства народов мира. Ведь что не нравится на самом деле, я бы даже сказал, раздражает, то, что белорусы являются хранителями мира, христианских традиций, ну и, откровенно скажем, здорового консерватизма. Что мы являемся образцом межнационального, межконфессионального и социального единства, всего того, что делает нас, как и любое другое государство, суверенным, независимым. И особенно их раздражает, что мы оказались сильнее технологий так называемых цветных революций. Я вот, обдумывая этот тезис, могу его продолжить. Мы им здорово помогли, этим шарпом, или как там журналисты их называют, в этих цветных революциях. Сейчас, на примере Беларуси, это испытав, они доработают свои концепции и свои теории и практики. Они поняли, что при определенных условиях, например, как в Беларуси, их план не срабатывает. Значит, надо что-то добавлять. Уже исходя из этого опыта, вы посмотрите, мы выстояли, испытав на себя воздействие семи или даже восьми этапов этого плана, практического плана цветных революций. И они видят, что это же еще не конец. Надо что-то добавлять. Это не значит, что они будут добавлять что-то новое. Нет. Они возьмут из старого арсенала, но вплетут в концепцию цветных революций. То есть мы им помогли. Опыт Беларуси им поможет доработать ту концепцию, которую они создавали теоретически, а сейчас на практике. Я хочу, чтобы вы понимали, все, что мы прошли, это не спонтанные атаки, а последовательно и скоординированная политика Запада.